Всем привет! Что мы обычно делаем из старых подшипников бэушных? Наверное они у нас лежат на полке, либо мы их выбрасываем в мусор. Но сегодня я покажу, как можно дать им вторую жизнь. Итак, первое с чего мы начнем, отрежем кусочек профильной трубы сечением 40х40 и длиною 350 мм. Как мы отрезали кусочек длиною 350 мм, мы будем делать ручку. Ручка у нас будет двухсоставная, кусочек ручки будет из профильной трубы 30х20, а сам рычаг гибочный будет из полдюймовой трубы. Сейчас я в профильной трубе 30х20 плоской стороной просверлю отверстие на 12 и приварю с противоположной стороны гаечки снизу на 12. Теперь берем болт на 12, продеваем его в отверстие и с противоположной стороны накручиваем гаечку. Теперь нужно гаечку обварить и такую самую процедуру сделать с другим отверстием. Далее я буду использовать втулку с реактивной тяги Жигуля. Здесь идет внутреннее отверстие на 12, то что мне как раз нужно. На краю профильной трубы я сделаю выборку, чтобы мне максимально было как состыковать втулку вместе с профильной трубой, для того, чтобы крепко приварить к этой трубе. Вот так у меня получилось. Я сделал выборку. Вот так состыкуется моя втулочка. Теперь нужно максимально ровно ее приварить, чтобы она не гуляла по сторонам ни вправо, ни влево. Вот так получилось. Теперь на отрезке профильной трубы 350 мм нужно вырезать ушки для крепления вот этой втулочки. Делать я буду это с помощью ушей вот таким образом. Вот так примерно ушко будет. Может немножко даже больше. Сделаем. Ну что, приступаю к вырезанию ушка. Так, после тщательной сварки и обработки детали, вот так у меня получилась ручка, направляющая. Вот так получилась станина наша. Это все будет скрепляться штоком от амортизатора. Я не помню, от какой это машины, либо мотоцикла, даже я не знаю. Вот такой шток нашел. Так, и шток диаметром на 12. Вот так получается. Оно будет работать, наша конструкция. На штоке я просилю отверстие на 4, где будет накинута шайба на 12 и зафиксирована шпилькой. То есть, таким образом, оно не будет передвигаться ни вверх, ни вниз. Внизу я планирую наварить шайбу на сам шток, чтобы она вверх не могла подниматься. Далее я буду приваривать ручку. Она будет у меня состоять из полдюймовой трубы. Приваривать буду таким образом. Вот так получилось у меня. Далее мы берем уголок 32 и отрезаем кусочек 250 миллиметров. Так, сейчас я буду приваривать уголок 32 с вот этой стороны. Выпуск буду делать примерно где-то около 15 миллиметров. Вот таким образом буду варить. Но сделаю подкладочку из 25-й пластины толщиной 4 миллиметра. Вот сюда так поставлю подкладку, чтобы увеличить расстояние. Расстояние я увеличиваю для того, чтобы можно было гнуть не только 10-ю арматуру, для которой предназначено, собственно говоря, это приспособление, но чтобы можно в дальнейшем было и 12-ю гнуть, если понадобится. Что, приступаем к сварке. Сначала прихвачу пластину, а после сам уголок буду варить. Вот я наношу самоделочку уже привыкну. Приварил ушки, то есть крепления, которыми я буду крепить саму самоделку либо к столешне, либо к столу, либо можно на стройке крепить на пенек. Далее на наше устройство я сделаю передвижной ограничительный упор. Он нужен для того, чтобы нам изготавливать заготовки разной длины. Для этого нам нужно сделать ограничительный упор. Он будет у меня на резьбе М12. Вот такой флажок будет у меня передвигаться с помощью гаек и будем двигать по самой раме нашего приспособления. Ну что, приступаем к сборке. Заранее я подготовил детали для изготовления упорочного ограничителя. И сейчас буду производить сборку. Далее я выставляю второй упор по уровню и прихватываю. Шпилька будет крепиться на гайках, чтобы она была съемной. С одной стороны я гаечку приварю к шпильке, а с другой просто прикрутию. Вот так у меня получилось. Шпилька съемная. Регулятор работает хорошо. Передвигаем флажок на нужное нам расстояние. Легко передвигается все и фиксируется второй гаечкой. Теперь осталось ручку соединить с нашей основой конструкцией. Наварить шайбу упорочную и наша конструкция готова. Так, теперь снизу навариваем вот эту шайбу большую просто. Так, ну что, все я обварил здесь. Вот мы видим шток обваренный. Сейчас я его отрезаю и наша самоделочка готова к работе. Устанавливаем подшипники на болту на гибочную ручку и сейчас будем испытывать наше приспособление. Установили. И сейчас нужно установить само приспособление. Так, наш изстановочек готов к работе. Здесь еще я клеймами наставил. Вот видно. Шкалу сделал. 10, 15, 20, 25, 30, 35. То есть, сделал шкалу, чтобы было легко пользоваться данным станочком. Не прилаживать постоянно линейку либо рулетку. И сейчас я покажу, как этот станок работает. Так, начну гибку я с 8-й арматуры. У меня будет получается прямоугольник для армировки 15 на 30. Вставляю заготовочку на разметке 15 сантиметров. И произвожу гибку. Далее я устанавливаю вот этот край на флажок и произвожу следующую гибку. теперь на 15 вот довожу выставляю и произвожу гибку. Теперь устанавливаю на 30 и произвожу гибку. вот такой прямоугольничек для армировки у меня получился. Дальше попробую согнуть 10-й квадрат. вот видим, что легко он справляется со своей задачей. вот так получается. Восьмой круглячок. Допустим, нам нужно согнуть квадрат 20 на 20. Выставляем флажок напротив разметки 20 сантиметров. и производим гибку. у нас получается такой квадрат 20 на 20. сейчас давайте попробуем согнуть вместе две арматуры. как видим, станочек легко с этим справился. Единственное, что нужно бортик сделать выше. Так, ребятки, теперь самое интересное. Я сделал такую улиточку и туда впрессовал втулку реактивной тяги на 12. Наварил ручку и сейчас при помощи моего станочка я покажу, как можно делать декоративные завитки и бублики. Ручка уперлась в упор нашей рамы. Далее мы вставляем полосу 20 на 4, фиксируя болтом на 10. и теперь производим гибкую полосы. Вот такой декоративный завиток получился. теперь вставляем противоположную сторону и производим гибкую. и у нас получился такой декоративный бублик. Дорогие друзья, кому понравилась данная самоделка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть мои остальные видео. Всем пока! Субтитры 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 Субтитры